Привитос, амигос! Ну что ж, продолжается Dark Souls 3. И в прошлой части я подружился с Гохом, который там на башне пуляет из лука по всем местным супостатам. Он не перестал стрелять, просто его стрелы перестали наносить какой-либо дамаг главному герою, даже если он не попадает в него прямой наводкой. Прямым попаданием, вернее. Вот. Весь вопрос в том, поможет ли как-то Бог в бо... Бог. Бог-то поможет, блядь, куда без этого. Поможет ли Гох в бою с этим боссом? Потому что если помощь Гоха заключается только в том, что он помогает пройти 100 метров мимо обычных бомжей, которые... Которые, ну, в принципе, даже когда Гох туда стреляет, это можно прорашить без проблем. От него помощь нужна именно здесь. Именно сейчас. Именно, сука, с боссом. Но если нет, то я охрену узнаю, что сейчас будет. Придется делать с этим ссаным деревом. Ладно. Полетели. Сюда Гох не стреляет. Здесь. Да, видимо, с деревом приходит, придется драться самостоятельно. Может, можно куда-то уйти от него. Может, там за его жопой какой-нибудь ход есть. И сверху на него прыгать, как в Бладборне. По этому порожденному из говна. По очкорожденному. Как там этого босса назвали? Ну, которого... Параллельные миры высрали на нашу землю. Что там за деревом сзади? Ничего за деревом сзади интересного вообще нет. Не знаю, почему они поклоняются этому сраному дереву. Оно так их совсем не любит. Оно не любит так, как их люблю я. Опа-на. Сюда. Оно по мне ударило, но дамаг не засчитали. Странно вообще. Или это за удар не посчитали, наверное. Даже не знаю. Ну вот же яйца. Блядь, сколько оно весит. Даже самый тяжеловесный, наверное, босс из всех. Может, надо заставить его пол сломать? В этом и есть фишка. Просто пиздец. Самый прикол, что его бить-то некогда, блядь. Дерешься с этими бомжами, которые с этих сторон набегают. Нихуя, да? Домашки немножко не хватает. Блядь. Вот это просто пиздец. Как от этого выворачиваться? Я дрался с ебанутыми деревьями в первой части, но с такими, блядь. Показывают-то непонятно что. Все, я ему ебану всю разбомбил. И тут же начал огребать от обычного бомжа, блядь, который просто сзади подошел и начал на пиздец. Что, ну, блядь? Ну, неужели вот это падение с высоты считается нормой? Я вот на лапе у него вижу, блядь. 50 дамага. It's not seriously, man. Отстой, полный. Щит бога войны, ебать. Щит Кратоса. Спокойно, спокойно, спокойно. Здесь хоть бомжи уже не прибегут, понимаете? Здесь просто нас сыт под себя. Такой в стиле Бладборна босс. У него есть уязвимые зоны. Что вообще внезапно, блядь, у него рука выросла уже, ебаная. Так-то он на жопе ползает, да? Но может только привстать. Вот, вот так вот. Хуйной. А у босса всего два действия. Привстать, привстать и хуйнуть. Вот это арсенал, я понимаю. Как у нашей ракеты тополем. Приподнять, хуйнуть. Сука, я тебе, блядь, все конечности отдрюкаю. Ну давай. Блядь. Вообще не понимаю, где, блядь. Чё она, нахуй она пустоту поймать пытается, что? Это что-то среднее между гниющим, гниющим и деревом, блядь. Ну гниющий, помните, он тоже под себя много гадил. Блядь. Ну как попало-то вообще? Хилок не хватит. У-у-у. Да, просто охуенный босс. Ну давай, понеслась. Жалко нет у меня ещё этих всяких хреновин. Типа оружие намазать там огнём, ещё чем-нибудь. Я думаю, а если может на этих бомжей вообще не стоит отвлекаться, а? Нет, ну на этих, которые мне навстречу встают, стоит. А вот на тех, которые выпрыгнут, тех дерево само должно убить. Если бы оно лечилось, их убивая там, не знаю. Это был бы уже какой-то резидент имел, блядь. Вот этого с молотком особенно надо. Какой-то, блядь, нахуй тут не нужен. Блядь. Блядь, выносливости не хватает на кувырок. А щит вообще, да, там, походу? Ни о чём. Нет, смотрите, щит что-то там защищает, блядь. Не так, что прям вообще. Тут чё-то, блядь. Блядь, дерево ещё и воняет, походу, блядь, дождь. Но он, герой заебал, чихать уже. Ну чё, он кряхтить заебал, блядь. Быстро мы в этот раз. Блядь, я заряжу-ка, блядь. Ну я попал, конечно, по этой херне, но... До крита далеко, да? Ты чё, ебать? Это чё было, нахуй? Я нашёл, куда бить. Может, его на это и надо разводить? На супердальние атаки? О! Наши в нападении, блядь. Знаете, ещё по пальцу. По ногтю, блядь, обухом. Ау. Да, но не шутит теперь. Хуй, я его выбесил, походу. На этой руке ещё есть. Всё, только в руку и осталось его пиздить, да? Отлично, вообще. Самое, как раз, куда хер его убьёшь, блядь, туда и надо, да? О! Где было здесь? Где рука? А вот чё такое? Смотрите. Охуенно. Ну, босс прикольный, блядь, конечно. Вот тем, что он убивается в разные всякие места, это наследие платборно чисто. И это плюс. Потому что так босса пиздить даже интереснее. Хуй, я понял, блядь, говно. Чё-то он, блядь, задумал. Хорошая, нет? Вон её под ногой, смотрите. О! На, нахуй. На, нахуй, гидорас. Уважай мой топор, ёпта. Я твою мамашу в лесу рубил. Хе-хе-хе. Душа гниющего великого дерева. Транспозиционная печь. Пиздец. Что такое транспозиционная печь? Это что-то нано. Что-то из Роснано. Изобрели всё-таки что-то. Молодцы. Транспозиционная печь. Это у нас венец белого пути. Восстанавливается озеро. Хуйня. Что это? О! Делать возможную... Делать возможную транспозицию душ. Ну, блядь. Понятно, что такое транспозиция. А это уже в Википедии, да? Так, что это такое? Щит бог войны. Владение оружием. Парирование. Владение оружием. Ну, это типа таран, да? Физическая защита у него получше. Но он и весит, наверное, как, сука. Как КамАЗ. Хотя нет. А, у него силушка оружейная. Бум, блядь. Понятно. Тогда спасибо нет. А вот и Костер здесь появился, да? Как хорошо. Ну, пятен крови здесь не так много, что говорит о том, что босс на самом деле не такой уж сложный. Главное просто въехать в сути смысл сражения. Не, ну, конечно, если вы пришли с ним, как я, пришли к нему с дубиной или этим люцинхаммером обоссанным, незаточенным, вам, скорее всего, мандец. Тут пушка нужна такая, которая уже хоть что-то дамажит. Топорик плюс два, выбор, блин, аристократа. Ну, или магия, конечно. Откуда-то здесь нереальное количество ржавых клеток. И вообще это, сука, тупик. То есть тут дальше-то это тупиковый босс, он, видимо, является вообще необязательным. Кувырок, кувырок, кувырок и пиздец. Пацанка успеху шел. Так, ну ладно, 11 тысяч душ. Это то, что надо уже, хотел сказать, обмыть. Это то, что надо уже потратить. Так, ну, наверное, надо глянуть, что появилось, собственно, здесь нового. Этого костра. А этот сидит там, блин, в прострации. Меланхолик. Кстати, фпс в храме самый низкий. Передать пепел. А-а-а, да, который. Она же из этого делает вещи какие-то на продажу невероятные. Не знаю, как это связано. Она, наверное, пепел нюхает, а потом изобретает сидит. Вяжет, вяжет новую кольчугу. Так, и что нового появилось? Интересно. Отмечает путь, если разместить на земле радужные камешки. Так, талисман клирика. Вот этого не было. Факел появился. И все. Ничего нового у нее нету такого интересного. Это что? Ключ от камеры канализации поселения нежить. Я был там. Я понял, где это. Так, и... Все. Ничего больше у нее нет. Пошла в жопу. Нахрен тебе души носить, ты ничего с ними не делаешь. Укрепить оружие? Что значит укрепить оружие? Хоть писали бы, чего мне для этого не хватает. А, закалить оружие. А на закаливание что тратится? Ага. Грубый самоцвет. Который дает ему больше дамага или огненная херня. Ну топорик, я считаю, это будет моим не самым главным оружием. Зато скейлы от дэда. Скейлы... Скейлы сразу вообще уходят. Сейчас 132 плюс 24, а будет просто 169. Ну говно полное. Всегда я считал, что грубое оружие в этой игре. Ни хрена себе не оправдывает, что все это чушь. Вот огненная, электрическая. Да, если у босса нет резистов, поможет. Но грубая, бля, вообще. От скейлов бонусов-то больше. Пиромант... Пиромант что-то не пришел. Странный парень исчез из клетки и пропал. Но благо, пироманта не выбрал, поэтому мне насрать. Так, а у этой мандулы чего? Чемпион пепла, блядь. Мы с ним как будто слились с каком-то странном поцелуе, прикрытым капюшоном и каской. Ну это тоже ничего интересного. Все, пошел в жопу. Ну тогда надо качать левел и идти. Открывать камеру в подземелье. И идти и искать, куда идти. Идти, искать, куда идти. Вообще классно звучит. Но по сути так оно и есть. Там как-то еще вниз можно спуститься, но я вообще не понял как. Да, сколько здоровья ему дает это все. Обалдеть. Мне кажется, здоровье надо либо нерфить, либо это первое, что надо прокачивать. Посмотрите, начало игры у меня уже, блядь, полоска здоровья больше, чем под конец игры Bloodborne. Блин, это жесть, просто жесть. Так, яма опущенных. А, опустошенных. Ну какая разница. Подножье утеса. А где камера была? Где-то здесь. Это, я так понимаю, та камера, которую крыса охраняет. Наверняка она. Так, от канализации в поселении нежити. Ну да, канализация-то тут той. А, вот, это что? Может она, от камеры в канализации даже, я бы так сказал. Да, это не здесь. Но. Подождите, так и не здесь. Я, походу, либо не туда улетел, либо. Где-то был поворот направо же. Чувак, иди нахуй. Блядь. Стоит сказать, что ты что-то помнишь в этой игре, и херчек потом найдешь. Обветшалый мост. Это вот этот мост. Вот в честь вот этого мостика названа эта локация, блядь. Назван этот костер. Блядь, говно, а куда надо-то? Отправиться под ножи утеса, значит, наверное. Большое благо, что здесь загрузки в два раза быстрее, чем в Бладборне. В Бладборне все это пипец, как долго. Несмотря на то, что на плойке, все равно долго грузится. Так. Блядь. Не сюда, что ли? Вот там оно, снизу. Все правильно. Как вниз пройти. Что-то нихера не понимаю. О, вот труп с лутом, кстати. Я же лук теперь могу. Протазан. Ну, это Одно из тех копий, из которого Имеет смысл Делать копье молний. Копье молний, как мы знаем. Имба еще та. Это армата, блядь, мира Дарк Соул. Вот здесь сильный удар. Реально дамага наносит В два раза больше, чем обычный удар. Чего не происходит в Бладборне. Большое мачете. Это... Это удача, я хочу сказать. Большое мачете. Только, блядь, 24 силы. Будьте любезны, да, вкачать. Навык заточка. Поскоблите лезвие, чтобы заточить его. Порезы станут более глубокими. Обалденно. Боевой клич. Удар по шее. Огромный урон. Сзади по шее. Хуяся. Звучит, как Копье Германа из Бладборна. Ну-ка, посмотрим. Ну, это понятно, ваншот их. Их щелбаном, блядь, ваншотить можно. Надо какого-то нормального. Нормальную жертву найти. Ну, поэтому с горшком он попасть вообще, наверное, косой не успеет. Очень долго кастуется этот удар. Имбо замах просто. Видите? Абсолютно беспонтовая хуйня. Даже если она наносит огромный урон, за это время ты любым другим оружием три удара сделаешь. А я сомневаюсь, что она троекратный дамаг нанесет. Ну, кританет, наверное. Что-то типа бэкстаба пробьет. А вот и использована ключ. Так, а здесь что было, кроме крысы? Которая ебашит. Кольцо кровавого укуса. Я сюда, блядь, рыцарем ходил. Вот почему. Увеличится приземление кровотечения. Ну, это говно, конечно, редкостное. Кровотечение. Я что-то не при... А, ну да. У теток вот эта шипованная дубина наше кровотечение. Fast travel beach в натуре. Вот теперь все встало на свои места. Будь у меня ключ, выпусти меня отсюда. Написал кто-то, кто сидит там очень-очень давно, видимо. Набедренная повязка. Это именно то, что я хотел найти. Попросить очищение. Попросить вот петь грехи, блядь. Велка, богиня греха. Ну, это ковенант. Судя по всему. Или... Или это... А я точно не помню. Это для тех, кто... Алибарда. Это, наверное, для тех, кто покашит постоянно. У них тут грех какой-то растет. Или NPC мирного убил. Впереди отсутствие силы духа. А, блядь. Пока вставал, я уже... Но они... Встану снова же, да? Тут надо оружие небес. Как тогда? В первой части. Да нет, вроде они так валятся. Пошли нахуй, гандоны. Значит, тут и Нита свой будет, да? У них что-то изо рта. Такие усы, как у Зольберга. Наверное, это скелеты кровососов. Из толкача. Ну, блядь. Собака недобитая. Орудая топориком. Прорубая себе дорогу. А-а-а. Я понял, где это. Вот это спуск вниз. А вот это, блядь, шалава. Хуй тебе понелавца. Эти не в начале игры меня, блядь, голову в одной повязке избивать. Вот уже извините. Так. Сука. Собака, наверное, не даст. Пошла в жопу, мразь. Охуенно, блядь. А что за тяжелый самоцвет? Это не тот, который грубое оружие делает. Блядь. Это вот то, что он машет, это вообще нихуя не мачете. Это пила обычная. Почему это назвали длинным мачете, я вообще не понимаю. Мусор, блядь, заебись. Награда достойная богов. Осколки титанита, вот это классно. Осколки титанита, это хорошо. Потому что теперь я могу сделать свой могучий топорик. Ах, вот что он там стоял. Топорик я могу сделать теперь x3. Ну, я уверен, что на какое-то время топорик станет основной. Я уверен, что всю игру можно с этим топором пройти. Потому что на новой игре, да, без плюсов, сложность, как правило, не очень высокая. Так, а здесь я не был, да? Осторожно, дыра. Где? Смотрите, кровища какая из крыс вылетает. Как в Латборне. Все залил крысячьей кровью. В этой части не стали запариваться насчет человечности всяких. Насчет того, что чем больше ты дохнешь, тем меньше у тебя жизней. На то, что ты полый, не полый. Тут игра такое ощущение, что вообще не про это. Что странно, потому что в двух предыдущих частях человечность играла какую-никакую свою роль. То есть было выгодно хранить облик человека. Здесь вместо этого уголь. Ты сжигаешь, и у тебя больше здоровья становится до смерти. То есть угли заменили человечность. Нет, что такое за монашка? Кто-то там? Кто-то там. Ни-джу такая. Только она слепая, походу, да? О, пожалуйста. Кто-то, кто ты, touch me. Блин, она сама нарывается, смотри. Пощупать ее просит. А, у нее мандовошки, что ли? Держи твою руку и touch me. Да, говорит, коснись меня, и мандовошки на тебя перебегут. Вот ты умная, блядь. Ну ладно, давай коснусь. Ты похожа на служительницу церкви добра. Дай пятюню. Да, ты так близко. И я не полностью самая. А еще раз. Пожарай благородных богов. Мольба? Нахуй мне твоя мольба. Я что, блядь, опущение, что ли? Вот жест, пацанов. Ха, а как поменять? Это что такое? Чмошница, ёпта. Пальцами это копа. Это он проверил, слепая или нет. Фак ей показал. Ирина из Карима. А я Ирина из Карима. Хранительница огня. Ну так я участвовал, знаешь, там чё-то побеждал. Ха-ха, чемпион, блядь. Ну вот, я говорю, храм набирается народом. Набивается. Принимается. Ха-ха-ха. Да. Ну что ж. Больше тут ничего нет, как я понимаю, да? А, знакомая местность. Понятно где. Ку-ку, придурок. Так, хорошо, я обошёл почти всё в этой саной деревне. Непонятно только, где Костер теперь. Потому что Эстус у меня... Ну, я так понимаю, что мне надо вниз идти под эту церковь. Он же говорит, что тебя за церковью ждёт смерть. Я думаю, меня за церковью ждёт смерть, да? Но пойду я туда, естественно, блядь, когда притащу сюда... Притащу сюда свою жопу с хилками. Ага, отсоси. Так. Ну вот, я, значит, короче, до храма дорашил. Сейчас посмотрим, что тут. Должен быть проход, потому что иначе вообще не понимаем, куда идти. Так, кто-то тут уже опиздюлился. Кто-то убрал лифт и прыгнул вниз. Вот. Ага. Ага, да. Интересно, что это такое, блядь. Ну, я не думаю, что... Это что-то в стиле Лары Крофт очень-очень древний. Там тоже бывали такие места, что непонятно, можно вниз спрыгнуть или, блядь, шансов нет. То есть где-то, где-то время пришло, не вышло. Где-то, где-то там внизу виднеется проход, но на самом деле Лар Крофт умирает от падения. И ты думаешь, блядь, надо туда или нет. Время пришло, огонь. Время пришло, в гости отправиться. Ждёт меня старинный друг. Он добрый и славный. Мой друг самый главный. Ёб твою мать ебака. Ох ты, блядь. Нихуя себе. Это что такое вообще за типок? Обратите внимание на пол, что на полу. Видно, что за колонной от чего-то как будто... А, это от него исходит аура. Ебанус. Дружище, ты не охуел? Морожение. И это моб обычный, как я вижу, да? Понятно, я всё понял. Уголь. У-ху! Это просто то, что я хотел с него выбить. Иди ты в пиздень. Открывай. Давай, блядь, под ноляк, сука, на двери. И-ху! Соси, хуй. Всё, бутылка кончилась. Путь жертв. Костер. Та-та-тан. Та-та-та-та. Соси ты, хуй, тварь. Так, ну что? А теперь давай сразимся, ублюдок. Я так понимаю, ты оттуда выйти-то не можешь, да? Это как... Это как Хавил, блядь, в первой части. Точно так же в дверях стоит и не может выйти. А чё, у меня вон и лук есть. Из лука даже больнее ему. Как я вижу. А как с ним драться-то ещё? Он ебанутый, блядь. Знаете, в очко. Въеблинское. Смотри, как заходит. Это Дарк Соус. Каждый проходит как может. Всё поправил. Иритильский меч. Стал моей добычей с этого уёбка. И это... О! 124 без... Это не как... Это не как двуручник, да? Такие мечи жаловали рыцарям-легионерам Холодной долины. Оружие окутано стужей и вызывает оморожение. Эти рыцари, преследуемые взглядом чёрных глаз, понтифика Салливана рано или поздно становятся чудовищами. Навык стойка. Приняв стойку, используйте обычную атаку, чтобы пробить блок противника снизу, или сильную атаку, чтобы провести рубящий удар снизу. Вау, ахуеть. Ну чё, ничего себе. Снизу блок, сверху... Ха, тычок! Так, и пушка-то... Имеет доп-эффекты ледяные. Не знаю, чем она точится пока что. Обычным титанитом или опять каким-нибудь изъебнутым. Синим, там, красным. Так, дождите. О-о-о! Меч тяжёл! Меч тяжёл! Ну, потому что у него ножны в комплекте, видимо. Хорошо, надо чё-то, блядь, чё-то снимать. Ну, только не свои крутые штаны. Давай снимем шлем. Да. Дело в том, что кольцо... Кольцо-то на снижение веса, оно, сука, не работает. Надо его снять в пизду. Оно только веса как раз-таки и занимает. Смотрим. Нихуя. Давай перчатки снимем. О! Зашибись. Частичное оголение. Да ладно. Ну, тебя нахуй. Я тебя лучше сразу отпердолю, чувак. Ты, походу, какая-то охуенная гарпия. Удар в падение. А-а-а. Ну, они пока все начинают там чё-то превращаться. Камень утраты. Чё это такое? Ох, что эти новые предметы, я вам скажу. Убрать закалку с оружия. Ну, я всё о закладках, да? Блядь, вообще. Ладно, меч не точёный, поэтому урон у него, конечно, ушлепанский. А обморожение, я вообще не знаю, что даёт. Каким хреном его накладывать. Сколько раз надо этого ударить. Опа-на, бля, вообще. У вас тут немного, ребята? Влево. Да это и так видно. Лут оставь. Не-е-е-е. Ну, и здесь нихрена нету, да? То есть, зачем вообще нужен этот балкон? Может, надо дерево рубануть? Нет, да? Не знаю, туда чё это такое. Может. Да. Может, подсказки... Подсказки, конечно, просто царские. Вот рубится какой-то, видимо, клирик, да? В шляпе или что это? Как долго он... Как долго он и мучительно умирает. Ой-ой-ой-ой-ой, всё превратилось. Какая она подвижная стала. А, это чё делает? Что-то фиолетовое. Не знаю. Может, по... Я обделался. Что это было? Такое громкое. Блядь. Это ты... Всего лишь... Блядь, а это чё только там не... Чё только там не делает, смотрите. И... Кастует это говно. И поджигает потом ещё. Походу. Это, наверное, их шаман, блядь. Тут как бы... Идти-то хоть надо сюда, или что здесь? Опять кто-то сипит. О-о-о! О-о-о! Ха! Мадам раздетая. Ну, судя по пятнам крови, блядь. Раздетая мадам. Похоже на... Как это моё, блядь? Это фантом из первой части. Она вот с тесаком и в трусах приходила. Но... Я немножко даже титюля её увидел. Нож мясника 95... Ну, о-о, скил от силы A. Ну, атака, правда, говно. Но это, наверное, одноручная, да, или что? Топор рубящий. Навык заточка. Окей. Топор разбойника. Ну, блядь, уже оружие больше, чем во всей игре Bloodborne. Ух, топор разбойника 124 в стоке. Боевой клич. Пиздец, а я вот эту хуйню свою заточу. Да. И мой топор сходу отсосал, конечно же. Кто-то сомневался. Но, благо, что я на него заточек-то потратил всего. Всего ничего. Он всего-то плюс два. И он помог убить не дерево. Полезный топор. Но больше я его точить не буду. Блядь, ребята, да вы заебали. Впереди клад. Как-то пройти еще бы написали. Ничего себе, блядь. Они стрёмные, слушай, блядь. С ними драться даже страшно. Они такие громкие, уродские. Ну что, давай, превращайся. О. Блядь. Это превращение, это их бич. Надо, чтобы не... Коса демона ворона. Блядь, это игра что, прикалывается? Коса демона ворона, блядь. Что, серьезно, что ли? Еще одна пушка. 97 физической атаки. Кровотечение. Ловкости до хера требует. Навык удар по шее. Ну, у всех кос удар по шее. Но я скажу, что, блядь, коса демона ворона, хоть и выглядит хорошо и красиво. По сути, она хуже, чем коса, блядь, крестьянина обычного. Смотрите, он только скейл. Скейл у этой получше от дамаг. Ну, блядь, примерно одинаковая хуйня есть. Хотя при заточке наверняка у нее скейл поменяется, и она станет лучше, но стоки от нее понту маловато. Так, ну что, блядь, сюда пойдем или туда, где дорога с лутом была? Блядь, страшно, нахуй, пиздец. Что они там делают? О, ебать! Трое, блядь. Не-не-не, нахуй, я на такое не подписывался. Троих мне, блядь, не упиздехать. Куда бежать-то, блядь? А, ебаный тупик. Ты зря меня догнал без своих подружек, сучка. Так, а откуда я, ха-ха, откуда я сюда спринтанул, блядь, я не понимаю. Налево, да? Знаю свое место, кля, вонючая. Хиль, нахуй. Так. Интересно, а слева тогда что, если по дорожке идти? По дорожке из лута, я бы даже так сказал. Костер, интересно, там или костер, интересно, здесь? Я думаю, что наверняка он там где-то. Ворона потерялась одна, да, их две всего. Блядь, вот третья. Успокойся, нахуй. Жри, пингвинь, я дерьмо. Удачи тебе. Ха, сдох. Че ж он не полетел-то? Шо ж я не птица, шо ж не летаю, да? О, какой вид он, какой вид он. Как много дум. Наводит он скриншот. Так. Оу, е. Едва каких-то чувака стоят. Интересно, что такое. Стеклянная стена, да? Бесценность. Надо делать все наоборот, где пишет призрачная стена, там, значит, ее как раз нет. По-моему, слева телка, кстати. Оу, ну это либо локация призрачный лес, что очень похоже, либо... Судя по тому, что здесь призыв, либо тут босс, наверное, какой-то оху... Ах, какой неплохой. Так, а это кто такие? Ну, я так и понял, что это телка, блядь, смотрите. Глаз, глаз-то просто, блядь. Набитый, набитый, как это? Анри, Анри. Ну, Горация меня, честно говоря, не ебет. Анри, поговорим о нас с вами. Лес мучений. Фарона. Мрачный Олдрик. Это который? Подземный, да, вроде, нет? Подводный, вернее. Окей. В следующий раз наши пути пересекутся, надеюсь, в моей спальне. Синяя стража. Что-то он прокашлял. Да, слушай, собеседник-то он не очень, давай с тобой поговорим. Да я заметил, что он вообще... Он не думает о нём. Он обстанчивый, мягкий, сердечный ночь. Большой партнер для этого грустного путешествия. Ну-ну, окажется, как Крейтон, или как Лоскутик. А, понятно, мы там. Под нами лес мучений, за ним лес дрочений. Хорошо, я костёр зажёг, пойду рискну с шестёркой душ. Я не буду сидеть у костра, чтобы не воскресли эти птицы. Мне очень лень драться с ними второй раз. Так-так, собачка, лут. Не врал тот, кто сказал, что здесь клад. Но мне кажется, что сюда и ведёт та тропа. Ну, блядь. Ну, давай по тропе лучше пойду. О, нахер. Сейчас падение, это здоровье. Всё, отнимет. Слава, получилось. Чё получилось? Пройти. Капюшон разбойника, доспех разбойника, на руки разбойника, и штаны разбойника. Отлично. Это средненькие тряпочки, насколько я понимаю. То есть, если я возьму тяжёлый щит и свой обмораживающий меч, кинжалы разбойника. Это, я так понимаю, что двуручное оружие? Да. 18 ловкости. Теперь, чтобы носить оружие в двух руках, вам не надо находить две одинаковые пушки. Вам надо найти уже скомбинированный ствол, вот как эти два кинжала, и пользоваться им. Так. Хорошо, здесь нет прохода. Значит, здесь надо спрыгнуть, что ли, всё-таки. Интересно, блядь. Ни хера себе. Назал есть, как обратно. Пиздык. Две шавки. Одна шавка. Давай, как твоя подружка слабо. А, это беременная, блядь. Что-то, блядь, что-то сейчас будет, наверное, нет? Это, наверное, отсылка какая-то куда-нибудь. Не знаю, что это значит. Священный фолиант из Карима. Что это такое? Кому-то, наверняка, отдать надо. Изучить высшие чудеса. Понятно. Кольцо Морна. Ой, блядь, я себе. Усиливает чудеса. Ну, я ебу просто. Одно кольцо хуже другого. Этот лут, он... Вообще, для воина бесполезен, что, блядь. Не может меня, человек с топором, сука, не радовать. Прекрасно. Все, больше ничего нет. На. Жажда исследований прям вообще. Так, и тут фиолетовый. А, и они ушли. Даже пяти минут меня не подождали. Просто встали и съебали. Так, ну что, пойду, что ли? Пойду, что ли, потрачу свои шесть тысяч? Честно, вымученный. Бля, я не знаю. До следующего босса тут, наверное, идти, идти еще. О, че-то она так уселась. Так, кто это такая вообще? Да, а ты кто такая? Сирис какая-то. Бывшая прислужинца Всевышнего. А, это та баба, которая хранительницей огня должна была стать, что ли? Нет, она там справа стоит. Я не знаю, кто это такая. Луна, блядь, какая-то еще. Не знаю, че вам надо, женщина. Так, физическая мощь. Ну, это вообще, блин. Стойкость тоже поединички прибавлять прям вообще. Ну, или дамаг по две единички прибавлять. Вот это типа лучше, да? Понятно. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Так, а если я... Допустим, если я хочу... Ледяной меч свой усилить, что мне для этого надо. А, ничего... А, вот он. Мерцающий титанит. Ну, я так и думал, что, блин, он как-то с изъебами наверняка точится. О, я кое-что вспомнил уже. Еще в одном месте был моб один. В самом начале игры ледяной же там какой-то ходит. Надо ему дать пиздюлей, наверное. Кладбище пепла. Да, это я уже третью локацию открыл. Смотрите-ка. А тут больше не... Ну... Остались только закрытые двери, насколько я помню. Повсюду. Так-то я, в общем-то, везде прошел. Камень драконьей головы пропитан мощью проносящих пресносущих драконов. Пресносущего дракона я помню только одного у озера Залы, он там жил. Подожди, а что это я? А как в самое начало уйти? Херрак. Ай, нравится ваншотить эти морды. Так. Я просто помню, что мерцающий титанист выбивался из кристаллических големов. Здесь, видимо, вместо кристаллических големов вот это кристаллическое говно. Наверняка с нее падает мерцающий титанит. Живучая хуйня. Давай-ка комбо. Хуембо, да? Задуплел. Титанитовая чешуя с нее падает. Что это такое? Укрепить оружие из душ. Пиздец. До плюс четыре. Нашли кого вначале здесь поставить, конечно. Оружие из душ до плюс четыре. Угу. Значит, здесь оружие из душ все-таки делается, да? Ну, правильно. Раз души падают. Интересно, по-нормальному как-то оно теперь делает? Или опять надо, блядь, в гугле смотреть, как сделать какую-нибудь пушку? В первой части, если кто не помнит, оружие из душ боссов делалось прямо через жопу. Надо было правильное оружие выбрать, во-первых. Во-вторых, дотачить до плюс десяти и только потом уже делать его из души босса. То есть там из чьей-то души, допустим, может было только чудесный меч сделать, да? И до этого надо было мечи точить. И вот это вообще просто, не знаю, на двадцать пятом прохождении самостоятельно, мне кажется, только высчитать можно было. Кстати, сколько душ-то сдали за эту ящерцу, что-то не посмотрел. Ну, я правильно понимаю, что мне так или иначе надо идти в этот лес, что я за все это время пока трех боссов только встретил, да, за четыре часа с лишним игры. Да, хорошо, за него душ дали. Так, ну, я думаю, что в лес я пойду уже в следующей серии. Так что... Ну, потому что до следующего босса я сейчас объективно не дойду, очень далеко, мне кажется, что идти надо. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите, наверное, и все такое. Поехали, Асшин-1. Майдер-1. 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 Майдер-1.